Здравствуйте дорогие друзья, на связи Николай Испиряев и в данном видео уроке мы с вами разберем две важнейших задачи, с которыми вы наверняка уже столкнулись, либо столкнетесь в будущем, если вы работаете в программе Adobe Muse. В чем состоят данные задачи? Задача первая состоит в том, чтобы ваш сайт отображался нормально как на компьютере, так и на планшетах, так и на телефонах. То есть, другими словами, мы должны научиться с вами создавать мобильные версии вашего сайта. Это очень важно на сегодняшний день, как бы в сегодняшних тенденциях, потому что очень много пользователей сейчас заходят на ваши сайты с различных мобильных устройств. И очень важно, чтобы ваш сайт нормально отображался как раз таки под этими мобильными устройствами. Если вы не будете создавать мобильный, как бы, сайт под мобильные устройства, то вы рискуете просто-напросто потерять данных пользователей, которые пользуются этими мобильными устройствами. Вторая задача состоит в том, что есть также пользователи, у которых не просто стандартный монитор на компьютере, а имеется большущий монитор, здоровенный монитор, который также представляет проблему. Ну, иногда. И очень часто на таких больших мониторах сайт, сделанный в программе Adobe News, тоже может отображаться как-то некорректно, коряво. Я сегодня вам покажу примеры. Итак, прежде чем мы с вами перейдем к разбору данных задач, позвольте вам объяснить буквально пару определений. Первое определение – это в чем разница вообще мобильной версии сайта и адаптивного сайта, потому что наверняка вы эти слова уже все слышали, но, может быть, кто-то еще не понимает разницу. Что такое адаптивный дизайн сайта? Это сайт, который полностью, его дизайн подстраивается под ширину вообще любого устройства и даже подстраивается под ширину браузера. Например, вот я сейчас зашел на свой блог, это не случайно, потому что блог как раз-таки имеет адаптивный дизайн. Смотрите, если я сейчас просто немножко сверну браузер и начну стягивать его вот так вот в левую сторону, либо в правую, неважно, то есть просто уменьшать ему ширину, вы видите, что блоки, которые есть на блоге, они подстраиваются под данную ширину. Менюшка, видите, она вот в такой вот список загналась. Изображение со мной, оно у нас исчезает и появляется просто заголовок, подзаголовок и далее уже идут у нас непосредственно статьи. То есть, причем изображение в статьях также у нас уменьшается при уменьшении ширины. Вот, то есть, ну и все блоки, которые есть, они у нас уходят, которые были справа, они уходят у нас вниз. То есть, вот это называется адаптивный сайт. Что такое мобильная версия сайта? Мобильная версия сайта – это несколько другая вообще история. Это, ну, допустим, давайте я вам покажу. То есть, вот, допустим, данная подписная страница моя, она имеет версию под мобильное устройство под смартфон, да. То есть, если зайти со смартфона, то она будет, как бы, вот эта страница нормально отображаться. Но если я здесь начну стягивать данную страницу, то мы с вами не увидим ничего такого супер глобального. То есть, не увидим, что блоки у нас не будут здесь подстраиваться, да, под ширину браузера. Но, но если мы с вами зайдем вот на данную страничку непосредственно с какого-либо телефона, то мы с вами увидим вот такую ситуацию, да. То есть, у этого сайта есть просто мобильная версия сайта, как одна из версий. И вот у мобильного телефона, смартфона, на нем сайт будет выглядеть вот таким вот образом. Для чего я вам все это рассказываю? Дело в том, что в программе Adobe Muse создать вот такой вот адаптивный дизайн сайта возможности пока нет, пока как бы он не предусмотрен. Но есть возможность создать различные вариации для мобильных устройств. Вот то, что как раз таки вам показалось подписной страницей. Давайте мы сейчас перейдем в программу Adobe Muse и я вам покажу, как это делается. В данный момент я нахожусь непосредственно, открыл проект непосредственно со своей подписной страницей и нахожусь в плане своего проекта. Здесь вы в плане можете увидеть вот такие вот три пункта, как компьютер, планшет и телефон. Вот непосредственно вот эти пункты и позволяют нам создавать вариации для мобильных устройств. Первоначально, когда вы создаете проект, вы создаете его в вариации компьютера. То есть, вы сначала создаете свой проект для компьютера. И проекта для планшета и телефона, их первоначально у вас просто нет. Чтобы создать мобильную версию, допустим, для планшета, вам необходимо просто кликнуть сюда планшет и скопировать свой проект, допустим, с компьютера. Оставляем здесь две галочки и далее нажимаем просто кнопочку ОК. Копируются просто страницы, которые у вас есть, вашего сайта. В данном случае у меня это две страницы. Это политика конфиденциальности и сам лендинг. То есть, и далее вам нужно просто-напросто копировать уже далее контент сюда. Ну, давайте покажу на простом примере. Открою политику конфиденциальности в планшетной версии. И также я открою политику конфиденциальности в компьютерной версии. Так, я отсюда копирую контент. Вот с компьютерной версии я копирую контент. Далее перехожу в планшетную версию и сюда данный контент я вставляю. Обратите внимание, что данный контент, он не помещается вот в рабочее пространство, отведенное для планшета. То есть, рабочее пространство у нас вот это вот как раз-таки белый блок, да. То есть, это вот ширина нашего рабочего пространства для планшета. Сам текст, который мы скопировали с компьютерной версии с сайта, он у нас просто выходит за рамки данной ширины. Это и понятно, потому что мониторы компьютеров, они значительно шире, чем мониторы планшетов. Поэтому, что необходимо делать? Необходимо все блоки, которые у вас есть на сайте, которые вы скопируете сюда, их нужно будет подгонять под ширину, чтобы все они помещались вот в эту ширину, которая у нас отведена для планшета. В данном случае, что я могу сделать? Я могу вот этот блок с текстом стянуть вот таким вот образом. Так, вот здесь вот может быть даже сделать небольшой отступ, потому что здесь прям жмется края. Ну, вот так вот можно даже сделать. И можно даже уменьшить немножко шрифт. Так, давайте тоже сделаем. Так, я выделю и уменьшу шрифт. Допустим, сделаю его так. Ага. Так, 16 давайте сделаем. Ну, вот таким вот образом. Да? То есть, и таким образом мы создали страницу политико-конфинтенциальности для планшетной версии. Так. То есть, она у нас будет теперь нормально отображаться в планшете. То же самое делается для основного, основной страницы лендинга, да? Для вот этой страницы делается то же самое. То есть, вы в планшетной версии... Так, сейчас я уже потерялся тут. Так, вот эту часть я закрою. Перейду в планшет и открою, допустим, версию планшетную непосредственно с нашей главной страницы лендинга. Так. Здесь делается то же самое. Вам необходимо полностью весь контент, который у вас здесь есть, выделить. Я выделяю Ctrl-A. Далее Ctrl-C. И сюда все это дело мы вставляем. И после чего нам нужно все это дело, естественно, здесь сделать как бы в нормальном отображении, чтобы у нас все вот эти блоки, весь текст у нас заходил в рамки выделенной ширины рабочего пространства непосредственно для планшета. Я в данный момент это делать не буду, просто покажу вам как пример то, что я уже сделал. То есть, я делал... Так, сейчас вот эти вещи я позакрываю. Я делал мобильную версию для телефона. То есть, вот если я перейду сюда вот в телефон, так, что-то у нас тут немножко. Так, одну секунду. Так, устранили вы задачу. Теперь, смотрите, если я перехожу в телефон, у меня здесь уже как бы все готово. То есть, в телефоне для телефона примерно такая же ситуация, как для планшета, только здесь у нас ширина нашего рабочего пространства будет еще меньше. То есть, здесь ширина вообще небольшая. Потому что, естественно, монитор телефона, дисплей телефона, он значительно меньше, чем монитор вашего компьютера. Итак, здесь опять же нужно сделать то же самое. Скопировать материал, весь контент с блоками с компьютера и далее вставить его в телефонную версию сайта. И далее все эти блоки подгонять. Текст уменьшать, уменьшать шрифт и блоки все эти дела подгонять. Ну, как пример давайте вам покажу. Так, допустим, вот у меня есть компьютерная версия. Давайте, допустим, какой-нибудь блок рассмотрим с вами. Блок, допустим, ну вот этот вот блок. Давайте рассмотрим. Здесь обратите внимание, что идет у нас два заголовка, так сказать, и слева идет у нас изображение, а справа идет определенный перечень с изображениями. Если я зайду сейчас в версию телефонную, то вы увидите, что вот эти вот заголовки, они, естественно, у меня меньше по размеру. То есть я уменьшил им шрифт и таким образом поместил их в рабочее пространство, отведенное мне для телефона. Далее оставил изображение, также сделал его поменьше. Оставил его, так сказать, одним, одного, одно изображение оставил на одной ширине, да. И далее уже не справа расположил, а внизу расположил вот эти вот блоки описания. Так, я думаю, понятно, да. Далее еще такой момент, хотел бы сразу оговорить, что если вы делаете анимацию, допустим, для компьютерной версии, то я бы вам не советовал делать анимацию для мобильных устройств. То есть для устройства на планшете, либо устройства для телефона. То есть, конечно же, анимация там может сработать, но поверьте мне, это как бы будет не очень хорошо и будет затруднять работу с вашим сайтом. Ну и как следствие, возможно, это еще повлияет на скорость загрузки вашего сайта на мобильных устройствах. Обычно на телефонах, там скорость интернета гораздо ниже, чем у вашего компьютера. Итак, друзья, следующая сторона медали – это отображение вашего сайта на больших мониторах ваших пользователей. Я вам обещал показать некий такой пример, где продемонстрирую косяк, о котором я как раз таки вот сейчас и говорю. Вот сейчас мы находимся на сайте. Это лендинг, который я делал. И здесь смотрите, какая ситуация. Для того, чтобы увидеть вообще, как будет отображаться ваш лендинг, ваш сайт на больших-больших мониторах, неважно, на самом деле, какой у вас монитор, для этого достаточно сделать следующее. Нажать кнопочку на клавиатуре Ctrl, нажимаете ее и далее колесико на мышке прокручиваете вниз. Тем самым будет уменьшаться контент, и вы сможете увидеть, где есть какие косяки. Вот я, допустим, делаю масштаб 33% и обратите внимание, какие косяки у нас тут выплывают. То есть, если я сейчас пролистаю лендинг, то, в принципе, сам лендинг, с ним все хорошо, косяков как таковых нет. Единственный косяк, который здесь я вижу, это вот эта вот штука. То есть, само изображение, то есть, вот эти вот иконки, они у нас, как видите, они у нас срезаются, да, вот здесь. И, как видите, текст первоначально у нас стоял по центру относительно иконок, ну, при формате там 33, при масштабе 33% у нас текст съезжает вбок, что, конечно же, неправильно. То есть, так быть не должно. Но, на самом деле, давайте посмотрим, как это все дело реализовано, чтобы вы понимали. А далее я расскажу, как это исправить. Итак, как это все дело у нас реализовано. Реализовано достаточно просто. То есть, простая схема. Если вы делали лендинги, то вы понимаете, как, что такое заливка изображения, да, то есть, сделано все с помощью простого прямоугольника. Давайте я все-таки, наверное, сделаю сначала, просто сейчас сделаю высоту нашему будущему прямоугольнику. То есть, вот этот вот прямоугольник с заливкой, я его сейчас уберу и покажу, как было сделано. То есть, взялся прямоугольник, то есть, вот этот инструмент, и далее пошла растяжка от одного края рабочего пространства до другого. После этого идем в заливку, добавить изображение и добавляем наше изображение. После этого мы центруем его, выравниваем по центру и далее выбираем здесь подгонка заполнения. Тем самым, что мы сделали? Тем самым, мы сделали следующее. Ну, давайте сейчас еще немножко здесь подкорректирую. Вот эти тексты упорядочен на передний план, чтобы они у нас нормально отображались. Так, упорядочен на передний план. Так, а вот эту штуку я опущу вниз. Что мы сделали? Давайте посмотрим. Я открою все это дело в браузере и еще раз прокомментирую. Мы сделали заливку данного изображения. Тем самым, что мы обеспечили? Мы обеспечили, что данный элемент, то есть вот эта картинка, она у нас будет тянуться, неважно на любую ширину браузера, то есть на любую ширину монитора. То есть, и в принципе, если я сейчас буду уменьшать размеры, да, то есть хоть до 25% можно даже дойти, вы увидите, что данная картинка, она, видите, тянется, то есть до бесконечности может тянуться. Если бы можно было уменьшить еще, то она бы и дальше тянулась. Но, как видите, здесь определенный косяк. Так, как его исправить? Ну, единственный выход, который я нашел, это... Давайте я вам покажу, что надо сделать. Давайте зайдем в программу Muse. Здесь я вот эту штуку давайте пока оставлю. Или давайте лучше удалю. Удалю, да, сразу. И далее давайте возьмем, зайду в файл, поместить и возьму изображение наше. То есть, беру наше изображение и вставляю его просто как изображение. Как любое изображение вставляю без заливки. То есть, вот таким вот образом. Оно у нас, конечно же, длинное. То есть, как видите, выходит за рамки рабочего пространства. Но это как бы все нормально. Так, далее я немножко его вот так вот увеличу. Ну, примерно сейчас я... Я сейчас на глаз все это дело делаю. Так, и опять же упорядочу тексты на передний план. Так, так. Так, упорядочить на передний план. Так, ну и это дело опять стянул вниз. И процентрую, чтобы по центру она была, да. Ну, смотрите, какая ситуация. То есть, в принципе... Вот теперь как бы будет все нормально. Давайте покажу вам все-таки. Ctrl-Shift-E. Но будут некоторые моменты, о которых вы должны знать. Сейчас мы с вами их разберем. То есть, ну, сейчас у меня здесь... Вообще, если какой-то контент выходит за рамки рабочего пространства Мьюза, то у вас сразу же после открытия в браузере данного сайта, у вас здесь вот внизу появится полоса прокрутки. В моем случае данная полоса не отображается, потому что у меня есть определенный виджет, который уже установлен в Мьюзе, то есть непосредственно для данного проекта, который вот эту полосу прокрутки убирает. Данный виджет вы можете скачать под данным видео. И вот чтобы убрать горизонтальную полосу прокрутки, вам достаточно его перетащить в рабочее пространство. Он, кстати, называется Disaber. Давайте я вам покажу. То есть он будет... После установки данного виджета он будет находиться непосредственно в библиотеке. Вот здесь вот. Сейчас она у меня откроется. И вам достаточно здесь будет вбить... Так, на английском... Так, ну и вот, в принципе, вот оно. То есть вот он, этот виджет. Вам нужно его будет перетащить вот сюда вот. И задать вот здесь вот галочку. То есть Disable the Horizontal Scroll Ball. То есть вы убираете таким образом горизонтальную полосу прокрутки. Что касается картинки, которая здесь вот первоначально идет, она... Это не что иное, как заливка. То есть чтобы она вам не мешала, вы можете зайти вот сюда в заливку и здесь просто-напросто вот эту вот штуку убрать. В принципе, я думаю, что я приложу, наверное, еще дополнительное видео в этой статье про данный виджет, чтобы вы могли о нем немножко больше увидеть и узнать, да как его использовать. Так, ехаем дальше. Дальше давайте опять же откроем нашу страничку в браузере и посмотрим, как теперь у нас будет отображаться вот этот наш элемент. Так, вот это наше изображение с нашим текстом. Если мы будем уменьшать масштаб нашей страницы. То есть я уменьшаю до 33% и обратите внимание, как и ситуация. То есть здесь у нас, видите, изображения не съедаются и текст у нас стоит ровно по центру. То есть он никуда у нас в бок не уходит. То есть что, в принципе, мы и добивались. Единственный момент, вы, наверное, его заметили, это вот этот вот моментик. То есть когда у нас размеры изображения заканчиваются, далее просто идет, ну как бы, оно заканчивается, далее как бы оно уже не идет. Как данный вопрос решать? Ну, просто-напросто можно вот эти изображения сделать побольше. Допустим, сделать там шириной 3000 пикселей. Ну или там 4000 пикселей. Чтобы уже наверняка на любой экран все это дело хватало. Ну, если у вас как бы не хотите заморачиваться, то в принципе, я думаю, что вот так вот тоже смотрится неплохо и намного лучше смотрится, чем ежели бы вы делали первым способом. То есть вот как бы в принципе все, что я хотел сказать. Думаю, что данное видео будет вам полезно. Благодарю вас за внимание, вам хорошего настроения. Ну и до новых встреч в новых видео. Пока-пока.